Я бы эту колоночку направил бы больше сюда, на микрофон. А там под... Можно? Вот такая... Я уже в прямом интересе. Все, все. Добрый вечер, дорогие мои. Лена, спасибо, подключилась. Скажите, пожалуйста, как там звук? Я опять с вами. И прямой эфир мой называется «Просто поговорим». Вот, целую неделю, даже две недели жду этого выпуска, потому что прошлой неделе я не мог выйти, потому что была служба. Вот, я пропустил выход в эфир. Ну, и многие спрашивали, спрашивали, почему не вышел и когда выйду в следующий раз. Но все так же продолжается по понедельникам. Вот, я вещаю из деревни Агалатова для вас специально. Вот, каждый раз что-то такое происходит во время подключения, то что-то вырубится, то я опаздываю, то не заряжена трубка. Ну, в общем, и то я не знаю вообще, о чем, о чем у нас будет речь. Вот, сегодня, как бы, сегодня у меня есть заготовлен рассказик один небольшой вот для вас. Насчет песен я еще пока ничего не знаю. Сейчас вот вы, наверное, видели, я выходил перед программой в прямом эфире. Сегодня мы сидели в студии с орфисткой и композитором Ольгой Максимовой. Вот, и сейчас я, мы занялись проектом стихи под арху. То есть, что-то такое, типа, струны души. Вот, я читаю стихи. То, что песни, я не могу так сочинять быстро песни, они рождаются. А стихи у меня почти каждый день пишу. Вот, могу поделиться сегодняшним даже стихотворением. Вот, для примера. Теперь у меня есть трубка, у меня есть теперь две трубки. Я могу читать даже стихи и делиться с вами поэзией. Вот, что я сегодня написал. Очень интересно, со самому. Думаю, что и у каждого из вас бывают такие состояния. Вот, когда живешь, живешь как белка в колесе. Вот, постоянные обязанности, заботы, недосыпания. Вот, какие-то преодоления постоянные, не отдыхаешь. И потом все настолько уже сгущается, что уже до отчаяния доходит бывает. И тогда, как бы, ты пытаешься очнуться, или вдруг на минутку задремал, и потом очнулся, и не понимаешь, где ты находишься, и что с тобой. И вот такое я начал писать стихотворение. Дальше не знаю, пойдет оно или не пойдет. Буду с вами делиться. Бывает, очнусь, не пойму, откуда я здесь, почему, куда мне теперь и когда, зачем мне вся эта беда? Смиряться, а может, бежать, отторгнуть, а может, прижать. Кого-то по сердцу, того, кто по сердцу ножом, погасим, а может, сожжем. И каждый раз, вот так вот пока на этом у меня закончилось, и каждый раз, и человек стоит перед выбором, каждый раз человек задает себе вопросы. Это очень плохо, когда человек перестает задавать себе вопросы. Но это люди стремятся, конечно, к такому самодостаточному состоянию, когда у нее уже на все вопросы отвечено, все уже налажено. Но, представляете, вдруг происходит какое-то происшествие, и у человека рушится весь мир. Поэтому я предлагаю все-таки в этом стихотворении задуматься, задуматься. Бывает, очнусь, не пойму, откуда я здесь, почему. Вопрос такой, откуда мы здесь взялись здесь, на этой земле, почему, почему нам Господь призвал на эту землю, почему именно быть обстоятельством. А может быть, а может быть, и не стоило. Может быть, мы совершенно в других должны быть обстоятельствах. Вот в чем вопрос. Житейских, да? и многие себя чувствуют как бы не в тарелке. Как-то у меня отключить, что у меня нет. У меня постоянно кто-то звонит. самолётик. Самолётик, да? Где ещё самолётик надо найти? Нашёл. Вот, ну, буду... крещенскую воду в храме можно брать всегда. Честно, хочу вам открыть небольшой секрет. В алтаре всегда есть крещенская вода. И священники её берегут от крещения до крещения. Можно просто подойти и сказать, батюшка, надейте, ну, пожалуйста, но капельку. Он вам даст пузырёчек. И вот этот пузырёчек, если вы капнете хоть в бочку, вот, вода тут же сразу освещается. Она становится крещенской. Вот, но святая вода. Это вода, великий водосвятный молебен. Призываем Святой Дух, этой водой крапимся, пьём. Я на днях причащал водой. Потому что у человека причащал водой крещенской человека в реанимации. Потому что у него пищевод трубка была засунута в лёгкие. И всё, он полон весь в трубках. Вот он вообще был почти в состоянии комы. И что самое, понимаете, такое случилось, чудо. Когда я пришёл, мне врач сказал, что он введён в состояние искусственной комы и глубокого сна. Ну, поэтому, говорит, вы можете помолиться, но пообщаться вы с ним не сможете, потому что он уже на грани жизни и смерти. Я потом, может быть, подробно расскажу эту историю. Мне всегда, знаете, священнику очень трудно, потому что священник чем-то занят. И когда ему что-то предлагают, звонят, и ему очень иногда не хочется себя поднимать. А там, представляете, где-то в реанимации какой-то умирают человек, и если его причастить, он уйдёт на тот свет буквально святым. Если его навестить, помазать его елеем, может быть, с обуровня произвести, что может произойти очень большое изменение в его здоровье, и он может выздороветь, и приходится себя просто поднимать. Я наглотался таблеток от давления, сел за руль, хотя голова у меня кружилась, и поехал. И вот я там увидел чудо, Господь мне показал, что что да, что это не зря было усилие. Во-первых, когда я молился, у меня такое было ощущение, что присутствие. Я потом расскажу эту историю, она связана со старцем Николаем Гурьяновым. Он как бы мне мысленно, предзором явился, и я молился очень приподнянно, у меня сразу все мои усталости, все мои физические, плоские, все отвалилось, и я был как духовное, как бы, как тело духовное. Я молился существом. И, представляете, в этот момент, пока я молился, этот человек начал подавать признаки жизни. вот, и он зашевелил глазами, руками, ногами, и когда я подошел к нему, ну, с той стороны, куда была повернута голова, и я понял, что он меня видит, он открыл глаза, вот, и я поздоровался с ним, назвал его имя, и он поздоровался просто глазами, ну, оказывается, очень много можно сказать глазами, можно сказать слово да, нет, не хочу, там, эмоции злые, какие-то, буквально, бровями, глазами, выразить, очень много эмоций можно, и вот, я ему говорю, вы хотите покаяться, он глазами, значит, я ему говорю, вы каетесь, том-то, в том-то, в том-то, он глазами соглашается, на каком-то грехе он задумывается, потому что он, может быть, ну, как бы, у него нет опыта покаяния, вот, и он, как бы, еще немножко, даже уже будучи одной ногой на том свете, он еще немножко, как бы, противится, но что самое главное, ну, в русской душе, да, нашей, что мы, что мы друг друга прощаем, вот, так, с самопиятами, кто-то звонит, а я только что нажал на самолетик, а я, сейчас, человек, все, он звонит, вот, и что я хочу сказать, и он, он исповедовался, я накрыл его Епитрохилью, прочитал разрешительную молитву, и причастил его, так как он не мог, ну, у него, еще ли трубка, я ему, влив, ложку, крещенской воды, и он был, так, так, благодарен, как будто он действительно, причастился, вот, что такое крещенская вода, вот, я видел, как он, я видел, как он, ну, ожил, сегодня мне сказали, сегодня мне позвонила его жена, не позвонила, написала, так, я бывать, так настолько загружен, что я даже только читать могу, сообщения, постоянного общения, и она сказала, что ему стало лучше, вот, и что даже, он, понимаете, он мог, он не жил без трубки, вот, это, есть сейчас ИВЛ, то есть, человек привыкает к тому, что за него дышит ИВЛ, и не хочет, ну, легкие не хотят дышать, и он без ИВЛ не может жить, а тут у него появились потуги легких к дыханию, видимо, может быть, его от ИВЛ отключат, вот, но это не ковид, вот, там, сердечное заболевание, вот такой небольшой рассказик рассказал, который произошел со мной буквально вчера, и каждый день я могу рассказывать, я могу вещать, рассказывать о чудесах, сегодня нам привезли в храм икону Авраамия, мученика Авраамия Болгарского, Авраамия Болгарского, я мало знал об этом святом, он был мусульманином, это где-то, где волжские болгары, вот, они жили там, недалеко от Казани, вы, наверное, знаете город Болгар, вот, отца Владимира, тоже такого, достаточно известного человека, вот, священника, и, и там, это было очень давно, и он настолько исповерил веру, что, ну, когда друзья эти, его мусульмане, если родственники узнали, они предали его большим сильнейшим мучениям, отрубили ему руки, ноги, и в итоге голову, бросили в колодец его тела, ну, там целая история, вот, посмотрите, загуглите историю Авраамия Болгарского, и когда, принесли эту икону в наш храм, я понял, что с этого момента, что-то, что-то такое, по-другому должно быть, что-то меняется в этом мире, вот, такие были, ну, неоднократные у меня ощущения, вот, какой-то, как этап какой-то закончился, или начинается, вот появилась эта икона, и что-то будет, что это будет, или новое испытание, вот, дай бог нам силы, или это, наоборот, какая-то благодать такая, что мы можем расслабиться, потому что, было такое, такое было напряжение, все эти, все это время, все это время, да, вот, последнее время, вот, все время, теперь, теперь после этого хочется все время отдохнуть, но, но, ничего не получается, вот, вот, я, наверное, пожалую, пожалую, споем песню, чего тебе не хватает, все мои песни начинаются с первой строчки, и называются, во-первых, все зерна в твоей горсти, еще далеко до рая, уже столько лет на пути, зачем ты не хочешь верить, когда у тебя в груди, открытые замки и двери, ты только на свет иди, однажды, весенним утром, взорвется немая ввысь, и станет простой и мудрой, твоя непростая жизнь, от криков завьется стая, роняя на землю взгляд, и ринется в синь, без края, и нет там пути назад, вот, это такие, знаете, я что понял еще недавно, что стихотворение, оно существует, вот люди пишут тексты, для песен, когда ты его читаешь, без песни бывает, и думаешь, какая ты, чуть ли не ахинея, а раз музыка подложил, смотри, какой-то смысл появляется, я вообще-то за то, что песенный текст был поэзией все-таки, чтобы он мог жить своей отдельной жизнью, и даже по-другому восприниматься, как я сейчас прочитал, а теперь вот вы услышите, ну, как это в песне прозвучит, чего тебе не хватает, все зерна в твоей горсти, еще далеко до рая, уже столько лет пути, зачем ты не хочешь верить, когда у тебя в груди, открыты замки и двери, ты только на свет иди. Однажды весенним утром взорвется немая высь и станет простой и мудрой твоя непростая жизнь, от криков забьется стая, роняя на землю взгляд, и ринется в синьи с края, и нет нам пути назад. Чего тебе не хватает, все зерна в твоей горсти, еще далеко до рая, уже столько лет пути, еще далеко до рая, да, нам очень далеко до рая, и уже столько лет пути. Недавно у нас был, недавно у нас был праздник престольный, Василия Великого, то есть наш храм в честь святителя Василия Великого, который был, значит, откуда он появился, этот храм, это было после победы над Наполеоном, и в этой войне участвовал маршал, генерал, генерал, да, Василий Васильевич Левашов, вот, а в честь его, в честь ее фамилии, вот он с Левашовом рядом, Осиновая роща, вот, названа местность, даже рядом, он владел там усадьбой, и вот когда он умер, Василий Васильевич, герой войны, Великой Отечественной с Наполеоном, его жена выход из, выход из, выход из, у государя возможность строительства храма Василия Великого, как бы покровителя Василия Васильевича Левашова, вот, она построила этот храм, он считался домовым, не знаю, там усадьба, он стоял отдельно, деревянный, такой достаточно большой храм, ну, менялись владельцы усадьбы, последние владельцы были Вяземские, вот там, где мы сейчас служим, там была раньше в Петербурге дачная зона, вот, и были дачи, усадьбы, и там был построен, построена большая усадьба, деревянная, и при ней храм, неподалеку, во все Великого, когда же прошла революция, в 30-е годы, ну, вы, наверное, догадываетесь, что было сделано с этим храмом, его просто снесли, и от него не осталось ничего, все документы сожжены, ни одного внешнего нет, как бы, свидетельства об этом храме, ваш покорный слугой, это я, значит, я, когда туда пришел, там только один крест был, вот, на который постоянно покушались, какие-то вандалы, вот его спиливали, ногами его пинали в лесу, в общем, мы стали молиться, и молились, два с половиной года, около трех лет, мы молились в лесу, повечели икону на деревья, вот его дождь, и в снег, вот, молились Василию Великому, и нам Господь послал, сейчас построен другой храм Василия Великого, а там так и не дали на этом месте нам возрождать, современные власти, не дали нам возможности восстанавливать, а почему это говорит, какая была первая мысль, кто помнит, почему я заговорил о Василии Великом, ну, я об истории нашей местности, хотел какую-то, наверное, историю сказать, а был праздник, да, был праздник Василия Великого, уже в новом этом храме построенном, приехал владыка митрополит, и он, знаете, приехал такой немножко утомленный, потому что ему приходится много служить, нагрузка большая, и он сидел в алтаре, вот, я смотрел на него, ему сочувствовал, видно, видно по всему, что крест он большой несет, владыка Варсонофе наша, Санкт-Петербургский, и потом, когда мы отслужили службу уже, он вышел и сказал, такой образ очень интересный, что человек живет в жизни, ему Господь все дает силы, он так, так, рожает детей, что-то там происходит с ним, учится, работает, что-то там творит, а потом наступает такой возраст, да, и он сказал, что в этом возрасте уже видны огни, огни города, то есть огни города, куда мы идем, то есть он говорил про царство небесное, и что город все ближе и ближе, вот, это ощущение возвращения домой, вот так вот было, да, домой, вот, 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 мне образ этот запал, я думаю, может быть, даже вот про эти огни города, которые приближаются, я вспомнил, я вспомнил, так же, Грибичакова песню «Есть город золотой», который в свое время, ну, своей насказательностью, вот, как раз и говорил, о том, что рай все-таки есть, вот, и все-таки мы возвращаемся, есть город золотой, я не буду эту песню петь, конечно, немножко подстрою гитару, я вижу ваше приветствие, добрый вечер, да, не знаем, да, по поводу владыки, да, мы не знаем креста другого человека, у нас есть, конечно, склонность осуждать, мы такие все умные, вот, осуждаемой власти, все так плохо у нас, а, я такую поговорку для себя вывел, советую ей пользоваться, то ли он в России омпцинске, то ли еще кто-то, поговорка такая, смотри на себя и будет с тебя, вот я все время еще такие для себя и выписываю короткие такие поговорки, смотри на себя и будет с тебя, все время мы ищем виновных в нашем теперешнем положении, сейчас такая тенденция очень большая дети обвиняют родителей, это просто поголовно, что они что-то не дали, не додали, не доиспитали, вот, зависть, что это мы рядом с семьей, значит, кому-то что-то подарили, а мы нищие, и вот так вот, и вот, но никто не задумывается о самом себе, я себя точно помню, вот, пишет кто-то, это точно, Светлана пишет, себя точно помню, что я, меня так воспитывали, что я не осуждал родителей, они для меня были данность, вот, не то, чтобы я их боготворил, а это просто такая данность, это ее даже, повысить голос на родителей, для меня это было, я даже не мог себе это представить, что я какой-то я, там, шпиндель такой, я буду что-то орать на родителей, а сейчас я родитель номер один, родитель номер два, вот, и ювенальную юстицию, можно написать просто на родителей, заявление в милицию, если он повышает на тебя голос, и примут меры, что такое сейчас творится, не понимаю, то есть, мне кажется, что просто потеря на уважение ко взрослым, а может быть и взрослые такие, пишут мне, там, женщины, что мне делать, вот, с дочкой своей, или с сыном, они меня не слушают, но я же говорю, это же ваши яблочки, вот это ваши яблочки, вы же их воспитывали, а что священник может сделать, священник, он уже пожить, с вами, наверное, месяц-другой, месяц-другой, чтобы понять, что у вас там в доме происходит, может и вы, надо выслушивать все стороны, но вообще, есть ли смысл даже выслушивать, ну, мне-то, мне-то, конечно, приходится, да, постоянно приходится выслушивать обвинения друг против друга, а что священник, не сделайте себя кумира, такое, знаете, пророка, я знаю, все там, способы, средства, я знаю, как вам помочь, ну, ладно, какую-нибудь сейчас историю, сейчас расскажу, посмотрим, что все не заготовил, я сегодня заготовил, так, где-то у меня, поиск, ну, конечно, тот и был вопрос, нужно ли молиться дома, платочки, но я думаю, хорошо бы, это как-то такое, какой-то такой, в этом действии, есть смирение, то есть, женщина себя покрывает платком, значит, у нее волосы есть, а платок еще двойное смирение, вот, смирение перед Богом, можно покрывать, ну, не знаю, я знаю, есть храмы даже, которые платки не одевают, почему-то, ну, из-за границы, люди уже сидят в храме, расположившись, поудобнее, вынимают, значит, ну, и потребляют, скорее всего, вот, только мы еще, русские, остались мучиться, стоя перед Богом, вот, но, посмотришь на бабушку, 90-летнюю, которая стоит, как свечечка, и посмотришь на спортсмена, вот, у которого ноги, просто, подгибаются, а выпусти его, он 10 километров пробежит, не моргнув глаза, а бабушка до дома, не может дойти, но в храме, она просто висит на воздухе, потому что, это все дело в духе, какого духа человек, и вот я нашел, так прям, так, расскажу вам интересную историю, сейчас поставлю даже сразу, сижу я, значит, у храма своего, пью чай, лето такое, мы на строительство, значит, поставили столик, чай согрели, вдруг появляется бабуля, и говорит, батюшка, мне к вам, значит, сказали, что к вам обратиться, я говорю, а что такое, вы знаете, мы живем в Новгородской области, в деревне, где-то под, ну, я жил, я жил, я жил, я жил, я жил, город, да, недалеко от я жил, и значит, у нас там, ну, этот раз Москва-Петербург, и там в глубинке, живут деревни, я вам буду рассказывать, немножко приукрашая, потому что это было давно, я не помню точно обстоятельства, но бабушка, бабушка, она просто буквально меня схватила, и вцепилась в меня, и говорит, меня бабки послали с боевым заданием, вот, и сказали не возвращаться, пока я его не выполню, дали денег, все насобирали своих пенсий, в деревне живут 12 бабок, по-моему их, и один дед, все вымерли, деревня вымерла, и стоит разрушенный храм, и стоит разрушенный храм, почему у католиков есть скамейки в храме, у нас тоже есть скамейки в храме, но они предлагаются для немощных, вот, а те, кто может стоять перед Богом, он стоит, вот, а если, допустим, вы немощные, вы можете просто взять и присесть, вы можете взять с собой стульчик, никто никого не заставляет сидеть, у нас малыши стоят, два часа не шелохнувшись, действительно есть такие верующие, ну, и школьники приходят, еще приводят за собой родителей, ну, в нашем храме, не знаю, как в других, такие случаи есть, когда дети приводят, сейчас такое время, что дети могут привести к вере родителей, и вот эти бабушки, значит, что, что у них случилось, они уже все в таком возрасте, они помнят, помнили, или некоторые, они уже, может, это было уже несколько лет назад, может, кто-то, они помнили, или им передавалось из уста, в уста, значит, передалась такая информация, а кто-то, может, помнил, уже бабушки-то, бывает, долго живут, у них батюшку, в 37-39 году, где-то, просто во время службы, пришли, выволокали его на улицу, вот, в чем он был, и закинули в воронок, и увезли, и остались люди стоять просто в храме, вот, в таком недоумении, женщины рыдали, конечно, мужчины ничего не могли сделать, и они увезли его в Петербург, и эти бабушки выяснили, что этого батюшку расстреляли, и похоронили в Левашовской пустоши, они ночами увозили трупы, вот, расстрелили, по всей видимости, там, в городе, в большом доме, в подвалах, вот, выдумывали людям, выдумывали людям их вину, там их пытали, значит, в этом подвале, и, если человек, ну, не признавал свою вину, вот, допустим, этому батюшке, допустим, приговор, что он организовал антисоветскую, значит, организацию, что он шпион, английской какой-нибудь разведки, и батюшка деревенский, совершенно обыкновенный поп, вот, не такое приписывали, он и об этом и думать-то не мог, он только к Богу призывал людей, да, вот, а потому что писали доносы, кому-то он не нравился этот батюшка, может, он правду человеку сказал, может, еще что-то произошло, не он взял, донос написал, что батюшка, агент разведки какой-нибудь, вот, и без суда и следствия их расстреливали, тройка НКВД, а по ночам вывозили Левашовскую пустошь, это, оказывается, это рядом с нашим храмом Василия Великого, вот это Левашова, Левашовская пустошь, там такой полигон военный, ночью их на грузовиках разгружали, рыли рвы, траншеи, и тысячами, есть предположение, что там около 40 тысяч человек, зарыто в этом полигоне, это рядом с нами буквально, когда я об этом узнал, я туда, вот я узнал об этом, я просто туда поехал, вот, я чуть ли не рыдал, очень долго я ходил между этих могил, вот, ноги проваливаются до сих пор, проваливаются ноги, когда ходишь по этой земле, потому что там пустоты, вот, даже там тела сгнили, значит, распыхались праха, пустоты остаются, и ты проваливаешься, на родственники перелезали через заборы, даже в Советском Союзе, и на деревья прибивали портреты, имена, фотографии, и там целый лес, и вместо крестов там, вот такие надписи, представляете, 40 тысяч человек похоронено, вот, это такая трагедия, когда что-то говорят, что там все было в порядке в это время, с властью, что все было правильно, вот, ну, сходите туда, и не знаю, если вас не прошибет там, вот, и эта бабка узнала, что в Левашовской пустоши, она говорит, батюшка, отвезите, здесь есть где-то Левашовская пустоши, отвезите меня туда, найдите мне нашего батюшку, мы хотим знать, где он похоронен, вот, и мы поехали туда с ней, я посадил машину, мы приехали, ходили, все деревья обходили, конечно, я был потрясен, просто потрясен, там уже, вот сейчас наше время, и в наше время стали уже исследования проводить, вскрыли материалы, и там целыми списками, там, вот здесь похоронено 70 монахинь, написано, из Горецкого монастыря, вот этих старух, значит, привезли в Петербург, ну, что могут монахини, старухи сделать плохого, расстреляли, и похоронили там, в одну общую могилу, 70, лежит 70 монахинь, ну, это вообще, ну, 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 как это вообще могло быть-то, и я всматривался в эти лица, такие благородные лица, кто-то инженер, кто-то моряк, кто-то купец, кто-то студент, лица такие все, оживотворенные, это верующие люди, понимаете? Вот, спасибо вам большое, что вы меня слушаете, может быть, у кого-то, ну, услыхнется сердце, приедет в Левашовскую пустошь, там сейчас по благословению Святейшего Патриарха построили храм новомучеников российских, вот, а у нас на самом деле почти в каждой семье вот такие вещи происходили, репрессии, вот, моего деда, допустим, в деревне, он был грамотным человеком, но и он имел лошадь, работников своих, там, что-то еще такое, ну, вот, раскулачили его, потом, так как он грамотный был, он письма писал, как-то, вел, он был, как бы, председателем, что ли, и был, и умел считать, так его сделали, сделали его заведующим магазином, кто-то на него написал, вот, ему подсунули какую-то просроченную колбасу, привезли, и тут же приехала комиссия и порча, порча продуктов, значит, вредитель, враг народа, и на Колымоеву 11 лет подставили вот так, ну, это нормально, вот, даже моей семье, где-то вы, так, и, и вот мы живем в этой, значит, такой зоне, и, что самое, ну, там был такой забавный момент, эти бабки, значит, они стали восстанавливать храм, пенсии маленькие, вот, они начали писать пенсии, у них, дед у них сидел в компьютере, у него громадный такой монитор, ну, может, не громадный такой, знаете, синий монитор, такой компьютер, который там полчаса думает, и он печатал письма, и отправлял их по электронной почте оттуда, значит, в разные организации, дед был у них там, они его там оберегали, там, если выпить захочет, они ему там закусочкой, все, пылинки с него сгибали, а бабки, значит, они уже, какие-то, которые знали молитвы, которые, церковленные были, они уже забыли все молитвы, и, и вымирали, и вот они, они, вот, куда-то узнали, когда бабки сказал, что раньше ходил крестный ход, вот, вот, они, короче, решили ходить крестным ходом вокруг деревни, что, значит, возьмут всяких портретов, вырезки из газет, что-то, иконы, какие-то у кого-то в доме было, и идут вокруг деревни, значит, крестным ходом, а петь-то ничего не знают, молитв-то не знают, и вот они, ну, они стали, говорят, девки, что будем петь-то? А они говорят, а давай, вот, кто-то с горочки спустился, и вот они идут крестным ходом вокруг деревни, поют, вот, кто-то с горочки спустился, и вот, это так смешно, вот, ну, постепенно, постепенно, дед где-то там, в интернете наковырял, значит, им, каких-то молитв, каких-то песнопений, значит, они там стали учиться, какой-то диск достали, вот, стали учиться петь, по этому диску, но это, конечно, все было смешно, вот, эта бабушка мне все рассказывала, как, как они там живут, и, значит, а оказывается, в этом храме хранили в советское время химикаты, и все бросили, и уехали, ну, советская власть развалилась, а химикаты остались, и бабульки там крутились вокруг этого храма, они придут, начнут там что-то подметать, и у них аллергия, или кашель, или слезы, может, как-то химикат какой-то, и тогда дед думал, думал, они пошли к деду, что делать, значит, собранием, и дед какой-то написал в МЧС, что здесь, ну, короче, СОС, СОС, здесь, здесь, значит, опасно для жизни, вот, вот на каком-то месте, значит, хищ, ну, что-то такое, короче, химическое, зараженное, там, где-то что-то придумал, на следующий день приезжают МЧС, солдаты, и вычистили весь храм, вот, и увезли куда-то, в известном направлении, все эти химикаты, и вот они стали восстанавливать, я давно уже хочу туда заехать, сейчас пока, пока не могу, хочу к ним съездить, телефон у меня остался, вот это недалеко от Яжилбиц, Многородской области, такие живут бабульки, наивные, им молятся, и вот что самое главное, да, что самое главное, что они с такой детской верой это все делают, трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас, наверное, помните такую историю, вот как молились три старца, которые по водам бегали, сейчас бы нам, наверное, что-нибудь буду вспоминать, чтобы спеть, как будто поиграю немножко, поиграю, что-нибудь вспомню, но спою давно не пел песни, которая называется «Эта жизнь про меня», я хотел открыть небольшой секрет, что пишу песни в основном по утрам, когда еще сознание не затуманено, вот, а вообще, знаете, у пожилых людей, я уже себя считаю пожилым человеком, но у меня душа молодая, если так можно выразиться, и бывают такие моменты, когда вы ночью проснешься, и ни в одном глазу сна, что делать, ну некоторые мучаются от этого, это очень прекрасно, вот есть способы, берешь шакафист, берешь молитву, начинаешь молиться, вот, или берешь какое-то делание, вот, полезное, я бы от и стихи пишу, в это время, бывает, что-то такое, ну, подготавливаю к следующему дню, или готовлюсь к исповеди, проповеди, вот, одна из таких песен, которая, которая возникла у меня в такие, в такие минуты утреннего озарения, это жизнь про меня, про дождливые дни, про весенние сны, и родные края, про дорогу, ведущую в солнечный град, про тебя, моя боль, и тебя, мой собрат, это жизнь, про любовь, про коварство и ложь, про тюрьму без замков, и про сломанный нож, Это жизнь про мечты, про реальность игры, в этой жизни есть ты, да и то, до поры, это жизнь про меня, это жизнь про любовь, до последнего дня, и во веки веков, может, там, на краю уходящего дня, как и прежде спою, это жизнь про меня, 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 Жизнь про меня Вот такой образ у меня возник А почему? Потому что иногда кажется, что ты живешь не своей жизнью Вот почему И кажется, что ты не в тех обстоятельствах Не с теми людьми Не то делаешь Не та работа Все не то А на самом деле Ну как На самом деле это все происходит именно с тобой И а в чем как бы проблема-то? А проблема выбора всегда Вот можно было бы не пойти на эту работу? Можно Но там больше предлагали денег А теперь ты жалуешься, что у тебя нет времени Вот А вот у меня один, значит, священник мой знакомый Один, который я служил Он очень интересный Он говорит, что если Если работа мешает посещению церкви То надо увольняться с работы Вот так он, категорично Потому что люди приходят Батюшка, я не могу Я в субботу работаю В воскресенье работаю И всегда работаю Когда мне с вами пообщаться? Я говорю, а как мы будем с вами общаться И исповедоваться И причащаться, когда вы в храме не бываете И не можете быть? Ну вот я таким образом живу Ну что, что тут скажешь Когда сказано, что 6 дней работы А 7 день надо Богу обязательно отдать Что тут скажешь, если это заповедано Так же сказано и о десятине, да? Разве мы отдаем десятину храм? Конечно же нет Ну есть, есть, которые это делают Но не все Поэтому у нас тоже проблемы С восстановлением храма Вот я сейчас, я завтра поеду В далекую деревню Зажипани В Сланцевском районе Ленинградской области Сердце у меня дрогнуло Увидел я разрушенный храм И принял собственное внутреннее решение Никто меня не заставлял Вот Я стал ездить туда Стал там служить Вот Стал восстанавливать храм по своей инициативе Потом взял благословение У ладыки И Теперь там Мы уже построили храм Алексея Человека Божия Такой рядом Я Вследствие своей жизни опыта У меня уже есть отработанные Как бы такие Версии Ты начинаешь строить храм Он Или восстанавливать Он разрушен И когда он сейчас работает Поэтому надо рядом Строить небольшой, маленький Вот И И там служить Как бы намаливать местность И тогда Через такую молитву Ты притягиваешь к себе К этому храму Притягиваешь внимание Налаживается жизнь И храм начинает действительно восстанавливаться Господь начинает помогать О, Оля Оля Землякова Да Завтра мы едем И, Оля Мы будем у вас в гостях На последний вечер Вот видите Уже отвечают Володя Привет Женечка Вот там И я уже прикипел К этой местности Вот Но сейчас В связи с пандемией Чуть мы Мы пореже там бываем Вот И мы Жители тоже боятся Что мы туда завезем Так Так Вот Да Подъезжайте Мы будем Нет Литургия будет у нас В среду В 10 утра В храме Алексея Человека Божия В Заруче Ой Не в Заруче В Зажипании Там еще есть Заруче А кстати Там такое интересное место есть Вот как раз в этом Заруче И неподалеку Скит Скит Находится рядом С местом Где было явление Успение Божьей Матери Там пещера Кто-то был В Москово-Печерском монастыре Да Богом сданных пещерах Там только Там тоже была сеть Видимо пещер Но В советское время И Их засыпали И там же был храм Успение Божьей Матери Который посещала Царская семья И его тоже разобрали К сожалению Очень красивый храм Вот Посещал Успение Божьей Матери На свои деньги Не туда ездили Поломишь-то Поиск Я спою песню Душа моя Окаменелая Душа моя Окаменелая Зачем не любишь Ищешь лжи И где твоя одежда Белая Одни мечтания И миражи Душа моя Душа моя Была доверчива Но Суета Земных Сует И жизнь Пустая И Беспечная Затмили мне Небесный Свет Такие стихи Такие стихи В этом стихотворении Душа моя Душа моя Окаменелая Окаменелая Зачем не любишь Ищешь лжи И где твоя Одежда белая Одни мечтания И миражи Душа моя Была доверчива Но Суета Земных Сует И жизнь Пустая И Беспечная Затмили мне Небесный Свет Душа моя Свет Душа моя И Свет такая песня это все был такой период у меня поисках иногда я их пою почему потому что может быть вот этот момент других людях в других людях это зовется может кто-то проходит точно такую стадию поиска терзания мучений но блажен который уже нашел вот все это конечно лестница лестница по которой мы поднимаемся и что самое интересное что малейшее отклонение от истины малейший в это грех или что-то и ты сваливаешься опять в исходную позицию опять нужно подниматься вот такая у нас жизнь христианская до падать и подниматься вот и очень хочется очень хочется удержаться на биржи не какой-нибудь на какой-нибудь лестнице но эти бесы своими крючками своими они нас стягивает обратно но за счет того что мы уже повреждены грехом и грех нами владеет вот есть любимые грехи у людей которые культивируют и за которые люди держатся и считают что они как-то на этой земле должны они они как бы приземляются таким образом а сейчас еще какое-то немножко время есть я расскажу вам еще одну историю вот я не главе эти люди живы они существуют это у них есть имена вот все истории которые рассказываю вот я не помню откуда он взялся этот человек но он миллионер вот но советское время он закончил мореходку приехал петербург думал в кругосветку там покорять просторы пойдет там на ком-то лайнере там пароходе теплоходе он будет там капитану ну его у него значит только корочка мореходки и его отправили в угольную гавань вот и и что там он должен был делать он должен был лопатой разгружать баржи с углем и вот он гребет этот день гребет два месяц вот и он понимает что и не у нее не у нее не свершается его мечта он сел значит откинул лопату в сел значит таком великому ныне и господи нас неужели я ради этого вот это учился я же я же не настолько но он действительно очень способный человек он из какого-то рода такого серьезного вот и тут катится бумажка значит по угольной кучи от газеты и раз и прилипла к его башмаку бумажка кусок газеты и он это поднимает ее и читает а это был советский союз еще но уже переход был на новые рельсы и там было постановление об открытии кооперативов что она но у нас же с было не очень хорошо с индивидуальные предпринимательства вот и он петербурге один из первых вот и он понял что это что это знак короче он бежит к этим мужикам с этой бумажкой мужики и говорит я я понял что мне надо делать все теперь значит все у меня есть просьба к вам дайте мне денег взаймы вот они вы собрали кто сколько мог значит у кого-то заначка была от жены у кого чего набрал сумму и открыл первый кооператив вот это бы наверно помните это были ларьки где была жвачка который у нас не было вот где бы кока-кола какие там такие безделушки как знать как когда эти испанцы прибыли к пакуасам и за за бусы значит стеклянные они готовы ли золото отдать и все что угодно вот и люди смотрели на эти киоски первые но не знаю я сам ходил но для меня это было что-то новое потому что раньше этот из-за границы привозили какой-то какая ерунда химик это очень но он однако открыл этот варёк 1 из первых потом 2 пошел варёк 3 и короче проходит где-то год или полтора-два и он становится одни из самых богатых людей петербурге вот это молодой человек то есть у него просто валится это все он значит деньги идут он открывать новые деньги нужно открывать новое мероприятие магазины какие-то еще там мероприятие что-то еще вот и в итоге он становится богатым человеком и он выкупает эту угольную гавань представляете вместе со своими докерами он делает их своими ближними друзьями значит все кто были в этой команде его и принял его ну как бы он их помнит доброту в общем и он покупать не только то он терминал остановится в риге там на дальнем востоке терминалами покупается в портах в частную собственность но но сами знать что там был ли в эти года вот и вот он уже богатый он уже едет собственно мерседесе с водителем значит значит и и думает надо все-таки отдохнуть думает он и арендовал в альпах домик ну там ты приезжаешь там охотники там они гонят кабанаты в него стреляешь там на рыбалку приходишь ты значит насаживают рыбу на крючок под водой водолаз там ночью все все как бы такой отдых актив он один жены нет он значит его застает в горах ночь и он решит решает переночевать в этом домике всех отпускает ложиться спать и ночью сходит лавина и этот домик засыпает полностью это лавина не знают а сколько и 9 этажей сверху снега можете себе представить вот и он просыпается засыпаны этим снегом проходят сутки не электричество ничего нету была какая-то свечка короче там он зажег эту свечку вот пошарил по этому домику еды почти нет проходят еще одни сутки еще одни сутки какой ужасом гробу можно сказать и и все он нашел значит там библию потому что иностранцев у них всегда в отеле приходишь у них библия лежит первым делом у тебя на том бочке и в этом домике лежала библия на английском языке он знал кое-как английский язык значит он начинает он понимает что и только бог его может спасти больше никто и спасатели от которых вообще не слышно не ничего он начинает значит эту библию читать на английском языке со страху он не горит что я пока эта свечка горела вот он однажды он боялся несмотря в зеркало он же образ щетиной такой значит и он начал сидеть со страха уже седина пошла у него он смотрит на себя на свои безумные глаза в ужасе вот человек совершенно один отрезанный от этого мир и он стал молиться и он молился такими словами господи если ты меня сюда вытащишь то я не мимо ни одного нищего не пройду я значит все там я все понял господи по поводу этого богатства и все такое прочее вот я буду это я буду добрыми делами заниматься я там у всех прощения попрошу почему он обещал три короба значит со страху и его значит откапывают это знает приблизительно место домика и там как раз и несколько дней его ну копали-копали значит и откопали его не он возвращается уже изрядно посидевший возвращается в россию распродает все свои квартиры значит который он на покупал значит что-то насчет там значит раздает одна машина у него остается те гелендваген и свои и он и он едет этой машине сам уже за рулем значит и очень интересный человек и он начинает заниматься благотворительностью он следует организацию помогать таким очень тяжелым он восстанавливает одну из деревень он к нему обращаться священник из далекой деревни за помощью и он полностью он восстанавливает там два храма в этой деревне он строит там школу кадетский корпус и делает там панораму битвы там не буду говорить какой вы можете догадаться о ком я говорю вот я может быть немножко приукрашиваю сразу и предупреждаю но это но это на это рассказ основан на реальности вот он спасает одну девочку которая живет без почек и вот он возит ее на вертолете в москву на гемодиализ вот и выкладывать громадную сумму денег каждый месяц чтобы она осталась жива и многие семьи тянет и очень многим помогает и вот мим действительно мимо ничего не каждого не может пройти потом начнем вот знаете как то все да в один миг может все преобразится в нашей жизни когда господь нас посещает еще мне рассказывал как он разучился матом ругаться такая смешная история он еще до этого стала церковляться все значит но ругался матом потому что такая работа значит 7 1 докеров этих кого-то грузчиков и какие-то там механиков как и сам сильно рад приходится они не понимают когда им частью голосом говоришь вот им надо что-то такое со словцом и но это его очень мучила и вот он дает себе слово никогда в жизни и в это время когда он дал себе слово он поехал на рыбалку вот ну и он ловит рыба значит она там мастки деревянные вот он закинул и вдруг клюет такая рыбина который в этих краях вообще не размером не водится просто какая-то супер рыба он не тащит и только потом было на уже в руках и она срывается и у него вылетает матерное слово а он же дал обед чтобы же вас нибудь и в это время когда он кричит матерное слово вам проламливается доска в этом под ним значит и он ломает ногу вместе с этим матерным словом доска пополам и нога пополам вот это было действительно . когда его господь настолько любил что он его как бы таким образом ему жестко но окончательно давал такие знаки а еще такое тоже место но есть интересный случай не буду говорить кто то что вот но одна женщина с мужем едет значит по трассе вот едет на машине и вдруг кардан отрывается и кардан втыкается в асфальт и машина переворачивается и начинает кувыркаться по трассе потом поэтому и в кувет по кувету они там сидят значит в машине ни с того ни с сего это все случилось и знаете и знаете что эта женщина она вместо того чтобы кричать господи помилуй она орет матом благим матом такие какие-то выражения и когда машина значит она остановилась и они сидят они поняли что машина в хлам но они живы остались двоем и она подумала и это то что я сейчас кричала я с этим могла уйти на тот свет куда бы я попала вот куда бы я попал если бы разве можно попасть в рай с таким криком последним и вообще вот я настолько напугала она вдруг осознала что такой мат и с тех пор она больше никогда не ругалась это так у меня цепочка таких но зацепляется друг за другом а я вам сейчас сейчас у нас петербурге у нас петербурге сейчас дождевая погода может сказать я вспомнил песню которая написала одной из деревень однажды я поехал в общем я в лето проводил иногда в одной бабушке она не моя бабушка была бабушка моего соседа по деревне ему езжали в глубинку и жили там она жила на пасеке а знаете ну такое поле красивые а нас василька лен и васильки вот кто нить когда-нибудь видел поле лен и васильки это такие когда ветер дует и такие волны и там как раз из окна было видно поле там то время часа деревня просто заброшено заросшие все брошены как там был храм тоже храм я там можно сказать первый раз столкнулся с храмом непосредственно я туда заходил вот а там все было разрушено какие-то осквернено все разобрано растаскана мерзость запустения и смотрят смотрели на меня печальные лики оставшихся кресок они как вы смотрели как с неба вот все остальное было печально на колокольню забирались прятались от дождя храме дети когда играли костры там жгли да ну это там только не делали до баловались не понимаю ничего нас никто не учил бабушка у бабушки висели образа вот она молилась бабушка это бабушка по ней вы знаете паня это параскева значит я за нее до сих пор молюсь каждой литургии про скидываю такие бабушки которые от которых я немножко зацепил веры которые мне передали в эту веру что бог есть все таки я буду чемпионером уже знал и чувствовал что бог есть были уже поиски вот что все не просто так чтобы не из ниоткуда и не в никуда и значит и теперь перед этим окном было поле а за полем старинное старинное кладбище кресты там такие не знают и все и средневековые какие-то кресты все поросшие мхом такое громадные деревья громаднейший глипы тополя и такой-то образ она и такая изгородь и знаете жертый жердочек вот этот образ меня на всю жизнь и я однажды приехал туда и но мне тоже плакал ну и раз хочется вернуть детские вспоминания поехать ты приезжаешь а это все исковеркано ну очень так больно становится однажды лес пилили мой любимый когда я мысленно возвращался к этому лесу я там писал стихи первые в этом лесу у родника и я приезжаю и вижу как варварский он выпилен но я называл для себя его сказочным лесом как это как это возможно было так вот я сидела опять же плакал ужас как вот но может я тоже что-то делаю варварская это же также не замечаю не знаю у каждого какого то есть свой лес который он пилит рубит беспощадно и значит я приехал туда и написал песню сейчас я ее исполнил разрешилось небо дождем мы сидим и хлеба все ждем их пойти бы в поле где рожда и расстаться с болью под дождь там за полем твой дом мы в него без боли войдем было бы немного любви так а песня за там за полем твой дом за полем кладбище и мы в него уже обойдем без боли но для этого нам нужно хотя бы немножечко любви такая песня разрешилось небо дождем мы сидим и хлеба все ждем эх пойти бы в поле где рожда и расстаться с болью под дождь там за полем твой дом мы в него без боли войдем было бы немного любви эх беги дорога пыли Жалко с вами расставаться, но это была последняя песня И спасибо вам за то, что вы были во внимании Надеюсь продолжать такие же свои, не знаю как это назвать Просто поговорим, просто такие выходы Да, может сказать, Сережа подсказывает Со мной был звукорежиссер Сергей Шириговский Благодаря ему возникает здесь звук Надеюсь звук был хороший Так что Божьей всем помощи, Божьей благословения С вами был отец Анатолий Помогайте нашему храму возрождаться, улучшаться Надеюсь, приходите на концерты У нас, кстати, будет концерт у меня 31 числа Есть немножко такой у меня проект Называется «Филармония души» В Александра Невской лавре В воскресенье, это, 31 числа 18.30 В новом зале Духовно-простительского центра Александра Невской лавры С Богом!